Сегодня мы с вами будем рисовать вот такую плюшевую стирку. Наш рисунок будет выполняться по сырой бумаге, поэтому необходимо намочить лист с двух сторон чистой водой. Одной стороной приклеиваем его к поверхности стола. Пока лист мокрый, мы протонируем его голубым цветом. Прежде чем мы начнем рисовать плюшевые игрушки, необходимо подождать 10 минут, чтобы вода хорошо впиталась в бумагу. Далее с помощью кругов коричневого цвета я рисую голову и туловище медведя, также добавляю лапы и уши. Чтобы создать эффект объема, я беру более темный коричневый оттенок. Прохожусь им по контуру головы, лап и туловища медведя. С левой стороны зеленым цветом. Таким же способом я рисую зайца. Единственным отличием будет расположение лап и наличие длинных ушей. Ушки зайца мы рисуем изогнутыми, свисающими вниз. Также более темным зеленым цветом мы начинаем прорабатывать контуры зайца, чтобы создать эффект объема. С правой стороны от медведя мы рисуем каркушу. Черным цветом рисуем туловище овальной формы, добавляем круглую голову, сделаем оперение на хвосте и рисуем крылом. Также черным цветом нужно будет пройтись по контуру каркуши, чтобы создать эффект объема. Теперь самое важное и необходимое. Нужно будет дождаться полного высыхания рисунка. Только потом приступать к деталям. Темным коричневым цветом мы рисуем мордочку медведя. Делаем нос, рот, глазки, бровки. А также этим цветом с помощью маленьких штрихов добавляем эффект ворса. Также коричневым цветом мы рисуем нос у зайца. Темно-зеленым цветом мы прорисовываем мордочку. И с помощью мелких штрихов создаем эффект ворса. С помощью черного цвета мы таким же образом будем работать над каркушей. прорисовываем глаза и создаем эффект оперения. Теперь коричневым цветом очень осторожно над плюшевыми игрушками рисуем бельевую веревку. Этим же коричневым цветом рисуем прищепки. Нашей каркуше не хватает клюва. Его мы делаем с помощью оранжевого цвета. А черным цветом мы рисуем лапки, прицепляя их к бельевой веревке. С помощью черного цвета прорисовываем зрачки нашим плюшевым игрушкам. Голубым цветом создаем эффект капающей воды. Вертикальными штрихами мы рисуем капающую воду, постепенно превращая их в капли. Наша картина готова. При желании вы можете нарисовать собственных плюшевых игрушек. Спасибо вам за внимание и удачи!